Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Апостол Павел в своих посланиях возвещает нам о высоком предназначении человека, об удивительном замысле Божьем о каждом из нас. «Разве не знаете, — говорит он, — что тела ваши суть — члены Христовы?» А затем добавляет, «Не знаете ли, что тела ваши суть — храм живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои». Таким образом, апостол указывает нам, что тела наши принадлежат Богу, которому мы должны воздавать хвалу и сохранять храмы душ наших в чистоте и непорочности. Только при этом условии Дух Божий будет обитать в нас. Но как сохранить эту чистоту? Как надо жить, чтобы не услышать от Господа «Си оставляется вам, дом ваш пуст»? Ответить на эти вопросы поможет новая книга архимандрита Наума Байбородина, вышедшая в свет в издательстве «Сибирская благозвонница». Она так и называется «Человек — храм Божий». Книга «Человек — храм Божий» написана известным в России и за ее пределами лаврским старцем архимандритом Наумом Байбородиным. По словам издателей, отец Наум учил, что всякий человек для своего спасения должен пройти путь очищения и освящения через исполнение заповедей пост и воздержание, через чистую, целомудренную жизнь и особенно через непрестанную молитву и достойное причащение святых христовых тайн. Архимандрит Наум говорил, что нужно не только оставить страсти и избегать явных грехов, но и умом, мыслями, соблюдать себя в святости, отгоняя греховные, нечистые и суетные помыслы и непрестанно вознося к Богу молитву Иисусову. На страницах этой книги, рассматривая предназначение человека в соответствии со Священным Писанием, старец отмечает, «Слово Божье говорит нам, что когда была построена скиния Моисеева и было учреждено священство и богослужение, то Бог благоволил, чтобы проставлялось имя Божье и послал тогда огонь с неба на первую жертву. Когда был построен храм Соломонов и Ковчег Завета был перенесен в него, то светлое облако окружило храм и слава Божья наполнила Дом Божий. После разрушения Соломонова храма иудеи, возвратившиеся из Вавилонского плена, построили в Иерусалиме новый храм. Он был не так величественен и не так украшен, как первый, но пророк Агей возвещал, что слава сего храма будет больше прежнего, ибо в него придет желаемый всеми народами Христос Избавитель». Мы знаем, говорит отец Наум, что Господь почитал этот храм и желал Он, чтобы храм Его был домом молитвы, а не вертепом разбойников. Когда Он однажды вошел в Иерусалимский храм, как повествует нам святой Иоанн Богослов, и увидел там торжников, продающих овец, валов и голубей, то, сотворив бич, изгнал из церкви овец и валов, и рассыпал деньги торжников, и столы их опрокинул, и сказал, «Не творите думу Отца Моего, думу купленного». Иудеи же, видя, что Он являет такую ревность ко храму Божию, стали требовать знамения от Него. Но Господь сказал им, «Разорите церковь сию и треми денми воздвигную». Господь говорил о храме тела Своего, имея в виду предстоящую Свою смерть и тридневное воскресенье. И когда Господь воскрес из мертвых, то поняли ученики Его, о какой церкви говорил Он им тогда. О какую благолепную славу Господь благоукрасил Пречистую Деву Богородицу. Воспевая и прославляя Божью Матерь в церковных песнопениях, мы называем ее храмом Божества, палатой славы. Будучи сама чистейшим храмом Духа Святаго, она еще трехлетняя от раковицы, была отдана родителями на воспитание в храм Иерусалимский. Здесь она занималась молитвой, богомыслием и рукоделием. Здесь она сподобилась вкушать небесную пищу, приносимую ей ангелом. Здесь же, в храме Господнем, архангел Гавриил возвестил ей тайну спасения всего мира. Радуйся, благодатная! Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога и родишь сына, и наречется сыном Всевышнего. Послушная промыслу Божию, она ответила ему, «Все раба Господни, буди мне по глаголу Твоему». В это время она приняла Святаго Духа Божия, сила Вышнего осенила ее, и она стала селением Бога Слова, святая святых Большей. Когда же Пречистая Дева посещала свою родственницу Елизавету, то от одного только ее слова приветствия, праведная Елизавета исполнилась благодати и сама стала пророчествовать. А младенец Иоанн, будущий пророк, предтеча и креститель Господа, который был еще в очреве, осветился, как и пророк Еремия, почувствовал благодать, взыграл, и, приветствуя Господа, устами матери сказал, «Откуду мне сие, да прииди, мать и Господа моего, ко мне». Как отмечает отец Наум, благодать Духа Пресвятаго освящала патриархов, пророков, ревновавших о славе Божьей и призывающих народ к благочестию. Но великая благодать разлилась в новозаветной церкви после крестных страданий Христа Спасителя, его вознесения на небо и дарования Духа Пресвятаго в день Пятидесятницы. Ученики и апостолы Христовы стали богодухновенными сосудами благодати, храмами Божьими. Силой Господа они могли совершать великие чудеса и знамения, воскрешать мертвецов, исцелять больных, изгонять бесов, говорить на многих языках и знать тайны Царствия Божьего. И, подобно небесным звездам, в Церкви Христовой просияло великое множество сосудов благодати, ставших храмами Христовыми, мученики, преподобные, святители, праведники. По словам Отца Наума, каждый человек может стать храмом Божьим, когда Дух человека освящается Духом Божьим. Вот возьмем, говорит старец, пример из рассказов Странника. Как созидался его душевный храм? Он много искал и трудился, пока Господь не открыл ему через наставника и святых отцов вернейший путь к внутреннему освящению. Он понял, что воздержание от грубых грехов из-за боязни мук или желания награды – это путь раба и наемника, и что воздержание – это лишь начало делания. Господь хочет, чтобы мы шли к Нему путем сыновней любви, ненасытным желанием соединиться с Ним в душе и сердце. Начало этому – устроение по Богу внешней своей жизни, разумное молчание уст, мирное воздержание в пище, питании, сне, очищающие ум и тело, непрестанная память о смерти. Притом надо иметь чаяние о непрестанной Иисусовой молитве, и нужно только душевное расположение. А молиться можно везде – и в дороге, и на работе, на всяком месте и во всякое время. Иеремия молился в яме, Даниил во рве львином, три отрока в пещи вавилонской, Иов на гноище, Моисей у моря, Иона во чреве китовом, разбойник на кресте. А первомученик Стефан даже при последнем издыхании, когда побивали его камнями. «Ты сам храм, – говорит отец Наум, – не ищи места, но вопи и взывай. Господи Иисусе Христе, помилуй мя». По словам архимандрита Наума Байбородина, вся наша жизнь – борьба за смирение и стяжание благодати Святаго Духа, дабы здесь, на земле, сподобиться усыновление через уподобление Отцу нашему Небесному. А для этого еще на земле человек должен войти в Богообщение. В храме мы общаемся со святыми, со всей Небесной Церковью. Здесь мы молимся, освящаемся в святых таинствах. «Все Господь уготовал для нас, ведь вся Вселенная, как дворец царский, и мы на всяком месте можем молиться. Нужно только иметь совесть чистую к Богу, к людям и вещам, чтобы Господь принял нашу молитву и чтобы наша душа стала храмом Святого Духа». Дорогие друзья, наша передача на этом подошла к концу. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь!